Всем добрый вечер! Мы продолжаем читать и разбирать вместе книгу Рава Уришерки «Хидуш Гадоль». И наша тема, которую мы разбираем, это Тора. Мы уже ее начали на прошлом занятии. И теперь следующий отрывок заповеди Торы. Митцвод Хатура. Я читаю по-русски, текст на обоих языках есть, чтобы можно было следить. Мы могли бы подумать, что заповеди Торы подобны законам бытия, подобны законам природы, таким как гравитация и им подобное. Но заповеди – это слово Всевышнего. И что мы из этого учим? Что с законами природы компромисс невозможен. Закон есть закон, он имперсонален. Он не считается ни с моральностью, ни с аморальностью, ни с раскаянием человека. Поскольку заповеди даны из уст Всевышнего, то мы стоим не перед чем-то, имперсональный закон, но перед кем-то. С кем-то можно говорить, сожалеть о содеянном, пообещать исправить свое поведение, и раскаяние принимается. Есть диалог между творцом и творением. В противоположность греческому философскому подходу, или даже светскому, Бог для Израиля – это также Творец, тот, кто дает жизнь, хотя и не обязан давать. Весь акт творения – это акт моральный, болевой, который не вытекает из необходимости. Поэтому система отношений между миром и Всевышним, как творение к Творцу, как того, кто получает жизнь, к тому, кто дает жизнь. И это то, что основывает связь между ними на морали. По сравнению с этим, у народов Бог – это только законодатель, и мораль не является способом связи с ним. Вот такой отрывок заповеди или даже самого слова Тора некоторые переводят как «закон». Но Раф Шерке здесь проводит различия. Есть законы, такие как законы природы, непреложные. Что было бы смешно, когда человек, прыгнув с высокого этажа, в полете начинает умолять. Закон тяготения говорит ему, что я больше не буду прыгать с высокого этажа. Закон тяготения ему отвечает. Конечно, ты больше прыгать не будешь, потому что тебя больше не будет. Есть законы Тора, которые, ну, то есть само слово «митсва», да, оно означает, одно из его значений – это связь. Да, и это как раз возможность связаться с личностью, да, с кем-то, с которой можно вести диалог. И вот эти законы, ну, заповеди, точнее, Тора, да, они как раз и есть канал вот этого диалога с ним. Да, но, с одной стороны, это связь, а с другой стороны, и само слово «заповедать» или «поручить», оно говорит о том, что это не действует автоматически. Я кому-то оставляю какой-то заповедь или кого-то о чем-то прошу. Он может сделать, но может не сделать. Это не абсолютная такая вещь, как закон. И законы Торы, у него, с одной стороны, тот, кто просит сделать, а с другой стороны, тот, кто готов его слушать. И это тоже как бы создает связь, мне кажется, да, вот этот диалог. Да, да, и здесь еще говорится, что, как сказано, там, жив будет имя, да, вот этими заповедями. И поэтому, получается, через исполнение вот этих заповедей человек связывается с тем, кто дает ему жизнь. Вот, соответственно, он в них как бы живет вот в этом канале, да, в этом диалоге. И за счет этого становится уже свободным как раз от вот этих законов природы, которые властвуют над ним всегда, да, вне зависимости от того, соблюдает он Тору или нет. И как раз вот эта власть законов природы, это как раз такое рабство, да, потому что от них нет никакой свободы, с ними невозможно договориться. Вот, а при этом, как бы, вот эти заповеди Тора, они как бы создают канал, да, через природу в связи с тем, кто как раз дает жизнь. Ну, и потом, законы природы не предназначены для того, чтобы нас воспитывать и вообще что-то в нас менять. Ну, в каком-то смысле, да, наверное. Ты один раз обжегся, значит, в следующий раз не был. Ну, в этом смысле, да. В таком чисто не моральном смысле, а все-таки человек, когда он осваивает мир там, он получает какое-то воспитание от всего, что он видит, он как-то научается. Это некоторая такая материальная модель воспитания, да. Теоретически, вот как, в соответствии с вопросом, который на прошлом занятии по источникам, или не по источникам, на каком занятии он это, по источникам спрашивал, по-моему, да, Юра такой человек был. Зачем он говорит, типа, нам всякая философия, о каком правом Бог нам что-то заповедует? Все же очень просто, вот я поступил плохо, я испортил мир, и я должен увидеть, что это плохо. То есть он пытался построить такую подобную механистичность модель, да, человек поступил аморально, и он видит плохие последствия своего поступка, и тоже как бы может из этого выучить без всяких заповедей, или без возможности. Это не в точности то, что он говорил, но в духе. То есть вообще говоря, и в моральном плане такое он может себе представить, что человек может, похоже на материальный мир, продвинуться в морали и безом. То есть научиться чему-то у законов природы, у законов общества. Тем не менее, это, видимо, недостаточно. Необходимо в мире связь со Всевышним через его заповеди. Без этого человек остается очень в мире одинакий, даже если он как-то ухитряется найти какие-то моральные законы. Ну, опять же, мы видим, да, что человек делает какие-то выводы, исправляет свои действия, там, обжегшись об огонь, да, и на первый взгляд это как бы природа его учит. Но на самом деле за этим, скорее всего, стоит творец, да, который поставил вот этой всему творению цель, да, человека продвинуть. И как бы автоматически природа, да, в ней есть вот этот аспект, да, суда, да, как там обжечь того, кто лезет не туда. И как раз вот она действует на автомате, но на самом деле в глубине вполне возможно лежит как раз вот этот принцип продвигать, обучать свое творение, заложенное как раз в эту природу творцом, да. И поэтому так и получается, что обучать все-таки не природа, да, природа это вот как палка, да, в руке. Совершенно верно, вот поэтому я и провожу аналогию между вот огнем или там каким-то аморальным поступком, которые человек совершил, а потом он видит негативные последствия для себя и для меры, тоже независимо от заповедей может исправить, то есть воспитать себя. Да, это тоже, это то же самое, что, ну, похоже на то, как воспитывается, мы научаемся не лезть пальцем в огонь, то есть это природное воспитание, не сама природа, а Всевышний, который стоит за ней. Это, как сказать, в Кабале, да, у нас же есть две системы, система окружности и система прямой. Окружность – это природа, и за ними тоже стоит Всевышний, а природа – это более продвинутый уровень, это когда Всевышний прямо обращается к человеку, дает ему заповеди, и как бы есть с двух сторон он помогает нам воспитаться. Хотя вот есть интересный вопрос. Если Маймонид пишет о том, как правильно питаться, о том, как заниматься физкультурой, как мы сейчас бы сказали, да, то получается, что есть какие-то законы, которые на грани законов природы и законов божественных. Мне кажется, Маймонид хочет включить вот эти все законы природы, которые нейтральные, да, он их хочет включить в служение Всевышнему, да, то есть они нам даны как нейтральные, вот, но наша задача включить вообще все, да, в служение Всевышнему. И там как раз он и пишет, да, что вот это все нужно делать для того, чтобы вся жизнь, там, включая физкультуру, там, питание, сон, она была направлена вот этой к единой цели, да, познание Всевышнего, да, и он объясняет, как это сделать конкретно, да, используя вот эти, как бы, закономерности, там, законы природы, да, что если я ем здоровую пищу, там, либо я ем нездоровую пищу, тогда я там буду болеть и не иметь возможности служить Всевышнему, да, вот эти законы, они, как бы, используются. Да, но, видимо, это немножко с другой стороны, это, с одной стороны, мы говорили о том, как, как бы, Всевышний влияет на человека, его воспитывает, а это, как человек осознанно использует материальный мир для служения Всевышнего, хотя это, как бы, одно навстречу другому, по-видимому. Ну, да, но о том, что он может и должен, там, это использовать, он опять же узнает из Торы. Да, наверное, да. Хотя, нужен более подробный анализ того, что считал мой момент, я не думаю, что мы сейчас можем это сделать. Как он относится к пундлецам народов мира, например, если они не знают о Тареи или не действуют в соответствии с Торой. Тем не менее, они могут постичь, что умеют существовать в Творец, и что нужно, что нужно, как бы, да. То, что он упоминает, я просто, то, что связано с нами, да, про семь заповедей. Когда человек, мудрецы народов мира, когда они соблюдают запись, семь заповедей, потому что пришли к ним, к ним, по собственному разумению, включая, естественно, запрет, запрет идолопоклонства и так далее. То есть, как бы без старания к этому пришли. Вообще говоря, с точки зрения Мамандида, возможно, это возможно. Это все, наверное, как раз включается в понятие Дера Херетс, да, путь Земли. То есть, тот путь, которым идет Земля к получению Торы, да, и тот путь, которым она, может быть, ведет человека, да, к получению Торы, тоже можно так понять вот это Дера Херетс. Наверное, наверное. Ну, хорошо, перейдем дальше. Хочешь, я хочу? Да, да. Пойдем. Человек, у которого нет Торы, когда у него что-то не хватает, небольшого, чего-то маленького не хватает в этом мире, у тебя нет чего-то маленького, ну, не важно. Он очень страдает, но человек, у которого есть Торан, говорит тебе, если у меня есть знания, то чего тебе не хватает? Да, Тканита Махаса, это из Ваекра, да? Из Медраша. Ваекра Рабана. То есть, вообще говоря, я не понимаю, что он тут говорит. Когда у человека что-то не хватает, он действительно страдает, это реальное страдание. И как бы он себе ни говорил, что у меня есть знания, я понимаю, насколько это важно, насколько это в порядке предпочтений стоит далеко. Это, ну, постепенно страдания проходят. Я приведу пример личный. Он очень меня насмешил, но не знаю, это актуально или нет. Это не такое большое страдание, просто у меня было смешно. Я люблю, иногда покупают какие-то старые ложки, не такие, как современные, а мельхиоровые, так называются. Мне нравятся какие-то сливые. И я купила, там, ложку, лилку, не помню уже даже, что. Я помню, что я их окунула, ну, из сомнений, я не уверена была, что их кто-то окунал, когда. И помню, вроде бы, что я их положила в ящик. Потом я уехала в Грузию, вернулась назад. И вообще я про них забыла. Потом я заглянула в ящик, их не нашла. Я целый день ходила и думала, где я их могла потерять. Может быть, я у них их оставила, может быть, я их в машине забыла, может быть, я в другой ящик их положила. Короче, я полночью не спала из-за этого. Я проснулась среди ночи и снова стала думать, куда я их могла положить. Это было так смешно. Господи, ну, ну, столько они там стоили, 20 секелей. Ну, купила, ну, забыла, но потерялись. Это так неважно, чтобы из-за этого там час-другой ночью лежать в темноте и думать, куда они могли подеваться. Конечно, это не стоит того. Несмотря на то, что ты умный и понимаешь, что это все не стоит того, все равно в голове, когда тебе чего-то не хватает, ты ищешь этого того, чего тебе не хватает. Я не знаю, хороший это пример или нет, но в этом... Я хотел сказать, что, конечно, даже если хочешь какое-то слово вспомнить, а ты его забыл, или название книги, то можно всю ночь не спать вспоминать. Это я стараюсь как можно скорее забыть. Потому что иначе не вспомнить. Я точно знаю, что если ты все время вокруг слова вертишься, ты его не вспомнишь. Чем чаще пытаюсь как-нибудь, через какое-то время оно само возвращается. Надо... Тут такой принцип, что это не как с вещами, которые... С вещами, на самом деле, то же самое. Если ему зажгено найтись, надо про него забыть, оно найдется само. Так я верю. Но в данном случае, видимо, это с концами. Но просто... Человеку, когда что-то не хватает, он это чувствует. И даже если вторая ему говорит, считай, что вторая, что тебе еще надо, все равно, я думаю, он все равно чувствует, что ему что-то не хватает. Может быть, он не так страдает. Нет, на самом деле, пример как раз он вполне укладывается вот в это высказывание. Почему я страдаю? Потому что я не знаю, где находятся ложки. У меня нет знания, где они находятся. Они из этой реальности никуда не исчезли. Но у меня нет знания о том, где они находятся. Это любая потеря, это потеря знания. И так, в принципе, можно любое страдание перевести на отсутствие знания. А тарака – это все объемные знания, да? И поэтому ты не должен страдать. Когда ты дойдешь до какого-то уровня в таре, то ты будешь знать, куда девали все потеряны. Тут был потрясающий случай. Это совершенно не к нашей теме, но я не могу не рассказать. Один израильский мужик, русского происхождения, который любит путешествовать по Шаброну и по всяким пустынным местам. Но в данном случае это было не очень пустынное место. Это где-то в окрестностях Мертвого моря. Он шел и нашел на земле кошелек. Кошелек, который там пролежал 34 года. Кошелек ехал на джипе там, в какую-нибудь тоже экскурсию, и потерял его. И он там лежал под дождем, и ветром, и солнцем. И все там, деньги там, и доллар даже какие-то были. Все там слиплось. Вот этот парень это все разлепил. Открыл удостоверение личности. С большим трудом нашел человека. Но не с большим трудом. Человек поменял фамилию, поэтому трудно было его найти. Но через несколько дней в Израиле все друг друга знают. Человек нашелся. Через 34 года ему вернули потерянный киселек. Это да. А он уже при этом отчаялся, да? Но все равно. 34 года, конечно, отчаялся. Но он помнил прекрасно. Он помнил даже, сколько у него там денег было. Это было такое, как бы... Ну, я понимаю, что человек не забыл. Но 34 года назад. И даже он это отнес в газету. Его потом на телевидение пригласили. Парня. И он это... То есть они из телевидения сделали такой... И там, как сказать по-русски, не знаю. Небольшой. Они обоих пригласили в студию. И тот ему передал этот кишелек. И так сказать, каждый. Менялись впечатлениями. Ну, я хочу сказать, что поразительная вещь, надо бывает. То, что потеряно, вдруг через 34 года возвращается. Здорово. Да, но у меня очень произвело впечатление. То, что обидно, действительно. Многое теряется в жизни. И может быть, вещи не так... У них нет какой-то объективной ценности, но есть ценность ностальгическая или какая-то еще. А потом оно уже может вернуться. Это интересно. Этого знания нам не хватало. Оно где-то есть, где-то оно лежит. Ничего не исчезает безвредно. Ладно. На этой лирической ноте мы продолжим дальше, может быть, да? Царь и князья, и среди народов нет тары. Малаха, выше я. Ее – это земли, земли Израиля. Там по конкурсу. Говорит пророк Иеремия в книге Иеремия. Плач Иеремии по-русски называется. Нет тары в изгнании. Тарая – это государственный закон народа Израиля. Поэтому без государственного суверенитета у нас нет тары. Вавилонский талмуд со всеми его возвышенными достоинствами считается остатком как бы слияющими осколками стекла. Тарая – это он поразительная какую-то вещь говорит о Шерке. Хотя все наши законы, в общем-то, основываются на вавилонском талмуде. Это те законы, которые он нам сформулировал потом. Они были упорядочены Маймонидом и Шульхан-Арухой. Все эти идут по вавилонскому талмуду. И тем не менее, это всего лишь осколки. Осколки, которые ты собрал в некоторый пазл, чтобы ты мог им пользоваться, этой картинкой, чтобы ты мог соблюдать все в изгнании. Но это не таракт, получается. Ну, на самом деле, непонятно. Потому что, да, действительно, кардинально поменялась жизнь евреев после ухода в Галут. Тогда все было завязано на храм, возделывание земли было связано, приносили урожай три раза в год. Являлись. Когда потеряли храм, нам тогда пришлось как раз начинать привязывать вот эти все повседневные действия в Галуте для того, чтобы сохранять связь с Торой, как раз вот этим высказыванием, о том, о чем мы говорили, чтобы продолжался диалог. Но здесь Раф пишет, что как раз наоборот, нету Тора, что здесь он говорит о каком-то другом аспекте Тора, как государственный закон, то, что работает именно, когда народ живет на своей земле. Да, совершенно верно. То есть мы продолжаем выполнять законы в Галуте. Но это и такого мнения у некоторых комментаторов. По-моему, что соблюдение, вообще закон возгнания, это всего лишь, это нас старает, этому обязывает, но аспект исключительно, чтобы мы не забыли памяти. Потому что работать, они не работают. То есть в каком смысле не работают? Они не выполняют эту функцию, которую они выполняют только в Израиле. Поэтому у нас Тора обязаны их соблюдать. Обязательно соблюдайте. Если не будет не соблюдать, вы будете нарушать законы Тары. Но тем не менее, это как, кстати, работа в холостойстве. Мотор прикрывается, прикрывается, но никуда не едем пока. Мне вспомнилась сейчас сказка Робина Ахмана о царском сыне, которого подменили. То есть там подмена, это как некая неисправность, которая лежит в основе этого мира, и поэтому все не так. И заканчивается все тем, что вот этот царский сын, его подводят к какому-то трону без царя, и говорят, ты должен исправить этот трон. Если ты его сможешь исправить, значит, ты настоящий царский сын. И вот он видит, что этот трон, он украшен разными фигурками. А поскольку он уже в ходе своего духовного пути приобрел вот это свойство бина, понимать вещь из вещи, давар-меток-давар, то он сразу понял, что изображение розы, оно находится в подножье, а должно быть в изголовье. И вот он его поставил в изголовье и сразу увидел, что другие фигурки стоят не на своих местах, и понял, как их надо поставить. И сразу там подвинулся трон, заиграла музыка, и началось исправление мира. То, что он сделал, он поставил розу из подножья в изголовье. А роза, это понятно, в Зоре сказано, это Кнесет Исраэль, и она находится не на своем месте. То есть получается, что если собрание Израиля просто поставить на свое место, на землю Израиля, сразу начинает играть музыка, и начинается исправление мира. Чего не было как раз, когда все было переставлено местами. Как раз то, что когда народ находился в Галутии, получается, что если вот и была какая-то Тора, были какие-то заповеди, связь бесконечности, о которой мы будем читать в следующем отрывке сейчас. Но вот этого именно исправления мира не происходило, потому что как раз роза стояла не на своем месте. То есть народ Израиля не жил на своей земле. Вот так вот мне подумалось. Да, очень похоже, да. Прекрасно, как Рабин Ахман все это решил рассказать в виде истории своих. Пока он это объяснял во всяких коммунистических понятиях, его как-то хуже воспринимали. А истории, они очень привелись. Она настолько выпукла показывает картинку. Ну да, как раз он и говорил, что пришло время, когда Тору в чистом виде воспринять не смогут. Поэтому нужно ее облачать в истории. Есть еще какие-то замечания, вопросы по этому отрывку? У меня нет. Ну хотя, конечно, вот то, что Нехама говорил, то, что было выше насчет знаний, если у тебя есть знания, то чего тебя не хватает, это осталось немножко непонятным. Нет, ну по-моему, это как раз просто, да, что ребенок там плачет по каждому малейшему поводу, да, там его берут и расчесывают ему волосы. Страшное страдание, да, каждый день просто. Она меня берет и расчесывает. Вот, вообще. Почему? Да, потом он становится взрослым, он понимает, что нужно расчесываться, да, и... Или нет. Да, или нет, да. Или ему становится все равно, опять же, ему... Дринут! В любом случае, у него стало больше знаний, да. Ну, точно так же, по аналогии, там, можно представить и все, о которых там страдает, опять же, подросток тоже там о чем-то пострадает, да, потом он становится... То есть у него расширяется сознание, он больше держит в своей голове взаимосвязи, да, что если, например, я не буду расчесываться сейчас, да, то потом мне будет как-то некомфортно, да, а когда у меня мало знаний, я еще не учитываю, что будет потом, а последствия. Поэтому я страдаю сейчас, да, точно так же и теоретически можно расширить вот эти все взаимосвязи, да, что если я там что-то потерял, мне этого не хватает, то на самом деле кто-то нашел, да, если бы мое сознание было, воспринимало весь мир там во всех его взаимосвязях, то тот, который нашел ту вещь, которую я потерял, это тоже был бы я, да, если бы у меня было знание настолько широко, и тогда бы я, конечно, бы не страдал. То есть это, ну, в идеале, да, как бы можно тогда привести, что любое страдание, оно из-за того, что я не вижу, не воспринимаю всю картину всего мира, да, потому что мое сознание, оно ограничено, ограничено какими-то границами, поэтому я страдаю, да, потому что не хватает знания. Но все-таки физическая боль есть физическая боль, человеку все равно будет больно. Ну, Гриш, конечно, можно уйти и дальше, и сказать, что всегда есть вещи, которые мы не можем объяснить, и они не поддаются объяснению, в принципе, такие тяжелые страдания и на примере Йова там, и катастрофы, и чего угодно, и страдания евреев в изгнании. Это общий принцип, который трудно распространить на все, на такие вещи, которые необъяснимы, в принципе, для человека. Нет, я просто хочу сказать, что даже если человек прекрасно понимает, от чего ему больно, от чего он страдает, страдание есть страдание, все равно же. Ну, когда он понимает, для чего оно, постепенно понимает его. То, что говорит, по-моему, Андрей, это, наверное, если я правильно понимаю, это некоторый процесс. Не обязательно у маленького человека, но Бальтура, то, что он говорит, то есть тот, у кого есть втора, он в состоянии этот процесс пережить и расширить свое сознание и осознать, не только понять голову, осознать, воспринять, каким образом эти страдания, они его продвигают и как он может продвинуться сам с их помощью. И это, оказывается, уже необходимая часть его жизни страдания. Они были не готов, когда ты, например, прожил уже много лет после этого, не готов вычеркнуть их из своей жизни, как бы они не были тяжелыми для тебя в то время. Потому что это часть твоей жизни. Как невозможно вычеркнуть из книги, из хорошей литературы, какие-то тяжелые моменты, которые там описаны, страдания людей. это важная часть идеи, истории и так далее. Когда ты смотришь на все произведение целиком, ты понимаешь, что это необходимо для развития сюжета, для понимания морали, я не знаю. Вы согласны? Согласен, да. Ну, где-то встречал у Хазаль такой пример, конечно, он довольно топорный, что уезжает как бы хозяин и оставляет своего раба другим каким-то своим чиновникам. Вот этот чиновник раба наказал, подверг его 15 ударам плетьми. Потом, когда хозяин вернулся, узнал, что его любимого раба наказали, и за каждый удар плетью дал ему сколько-то золотых монет. И вот теперь раб любит свои прошлые страдания, и он готов был бы получить из 40 ударов плетьми, потому что каждый потом для него обернулся каким-то количеством золота. И, соответственно, если это он в прошлом свои страдания любит и принимает, но теоретически, если бы в прошлом у него было знание о том, что он за это получит вознаграждение, то, конечно, физические страдания бы остались физическими страданиями, но в них есть также и моральная часть, душевная, эмоциональная, и они бы уже не были такими страданиями, как незаслуженными, потому что он бы понимал, понимал, что это все не просто так, опять же, знал их цель и так далее. Я думаю, что это в очень простой форме эта притча высказана, но тут вещи, конечно, символизируют больше, чем они являются. То, что тебе заплатят, я не уверена, что человек так уж радостно готов зарабатывать тем, что его получат, а имеется в виду какое-то какое-то другое достижение, которое он не мог бы дойти до него, если бы не прошел испытание. Этого примера много в Торе испытаний притча тяжелые очень. И мы не всегда понимаем, как это работает, точность, почему испытания, как они влияют на нас, но они привлекают нас или должны продвигать в этом случае. Если человек именно в Аль Тора, то он понимает в этом состоянии воспринять Тору не только, я думаю, не только на уровне разума, а на уровне то, что говорят Тора жизни своей, жизни по Торе это дает им возможность из минуса сделать плюс, то есть воспринять это как какой-то трамплин, продвинуться вперед. То есть независимо от того, что это очень тяжело, но даже люди в гору лезут, очень большие страдания испытывают, они хотят дались до вершины. Ну да, или там человеку операцию делают, да, ведь он страдает физически, но он понимает, зачем это, чтобы там избежать других страданий. Ну да, ну да, это все как бы сложно, да, ответ есть личные, которые никак не взяты, в принципе, потому что есть такие тяжелые моменты в истории личной жизни человека, что ты не можешь ему сказать, это у тебя, ты должен воспринять, сказать даже такой человек взят, когда он тяжелый поражен. Потом, через много лет он может сам сказать, да, я в результате понял, что все к лучшему, может быть, поможете? это общие слова, потому что я всегда остерегаюсь каких-то таких, именно в этой области однозначных постулатов. Вот, как бы, перетерпи сейчас, тебе сейчас слово, а в результате будет хорошо. И всегда в результате бывает. Да, вот, даже в отношении, скажем, катастрофы, вот такой, вот, была такая катастрофа, ужасная, конечно, зато у нас теперь есть государство Израиль. Все-таки это звучит разно, поэтому я предпочитаю в таких случаях лучшее молчание, чем однозначенное постановление. Ну, опять же, это все недостаточное знание, да, что когда-то еще не стало из этого плохо, хорошо, ну, потому что мы еще не дошли до конца, еще не раскрылось то хорошо, которое было сокрыто в этом плохо. Ну, да, это тоже, ну, и вообще, как сказать, есть вещи, которые не видны отсюда, а видны отсюда. С этим ничего не сделать. Это и есть знание, да, то, что да, 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 но знание этого мира, в принципе, ограничено. Поэтому некоторые вещи, которые я хочу сказать, ну, вот, ничего, все хорошо, в конечном итоге все будет хорошо, когда я все пойму, они не ко всему применимы, надо с этим осторожно. это доски стопок, если я хотел заметить. Просто в рамках нашего мира это может выглядеть как аморально. Да. Хорошо, тогда двинемся дальше. Так, Аллаха и ее связь с вечностью. Ты будешь читать? Да, я прочитаю, а дальше тогда будет английский отрывок, передам микрофон. Ага. Так, Аллаха придает вечный смысл приходящим действиям. Например, завязывание шнурков на обуви. Мы шнуруем наши ботинки каждый день. Это действие лишено смысла, но мы совершаем его десятки тысяч раз в течение нашей жизни. Разве не жаль? Даже если мы вспомним, какое большое значение для ребенка имеет его первое в жизни успешное завязывание шнурков, то и это бессмысленно в отношении к вечности. У этого есть решение Аллахот завязывания шнурков. Эти Аллахот учат из тфелин. Так же, как завязывают тфелин на левой руке, так завязывают сначала левый ботинок. Почему? Потому что левая сторона это свойство суда, а правая сторона это милосердие. Святой Благословен Он не хочет, чтобы суд слишком распространялся в мире, поэтому заповедовал нам связывать суд, то есть левую руку, тем, что милосердие правая рука побеждает, одолевает левую руку, то есть сторону суда. Ведь вначале Святой Благословен Он задумался творить мир мерой суда, увидел, что такой мир не может существовать, поставил вперед меру милосердия и присоединил ее к мере суда. Это комментарий Раши на первый стих Береши. Если так, то способ, которым я завязываю шнурки, связан с началом космоса, а космос вечен. Так я избавил, да, интересный такой глагол, вот это гааль, это слово геула, да, противоположно галуту, то есть я избавил все завязывания шнурков, то есть вот эти действия завязывания шнурков, они были в галуте, да, в изгнании, в приходящем мире, да, и тем, что я привязал их к алахе, да, стал осознавать их в духовный корень и так далее, этим самым я гаальти, да, то есть избавил вот эти приходящие бессмысленные действия, избавил все завязывания шнурков и соединил их с вечностью. Теперь то, что я делал в этом мире, завязывание шнурков, которое само по себе бессмысленно, стало чем-то подключенным бесконечности. тут вообще интересные глаголы, на самом деле намного интереснее читать на ибрите, да, тут, во-первых, мне кажется, Раф играет вот этим словом кэшер, да, что шнурки, значит, их ликшор завязывают, вот, и вот это действие его тоже ликшор привязывают к бесконечности, да, здесь он использует другой глагол, где тут кшерат срухим, шемица да смайла ма шмауту давар махубар, то есть вот это вот кшера завязывание, оно стало махубар, то есть как бы подключенным каинсов бесконечности. Есть тысячи аллахот, которые окружают меня и придают смысл всему, поэтому мир без торы это мир хаоса. вот такой интересный отрывок, да, мне кажется, тут не хватает Натана, он бы возразил бы нам. Возможно, да, но в любом случае не очень понятно, что Рагу имеет в виду. Имеет ли он в виду, что если я соблюдаю аллаху мистическим образом это связывает меня с законами мироздания, которые стоят как бы совершенно не связаны на вид с событий жизнью? Или это осознание того, что они связаны с этими законами мироздания, оно придает смысл моим действиям, то есть осознанно или неосознанно? Понимаешь, что я заговорил? Ну, мне очень понравилась идея, что действительно ведь жалко же какое-то действие совершать в жизни тысячи раз, десятки тысяч раз, и чтобы оно не имело никакого духовного значения. Давайте придадим ему духовный смысл. Для этого есть аллаху. Я спрашиваю, я прошла аллаху, я понятия не имею, что это связано с какими-то духовными законами, мирами, Дин, и так далее. Я просто прошла аллаху и делаю как мне веление. Значит ли это, что это уже придает моей жизни какой-то другой смысл, другой уровень, поскольку я в этом действии связываюсь с другими мирами, даже не зная. Или все-таки, когда человек начинает искать, только тогда это меня привязывает к ним, тогда я нахожу этот смысл. тогда я не просто завязываюсь в руке, а со смыслом. И тогда это меня развивает, поднимается и так далее. Понимаете, в чем вопрос? Я не очень поняла право широкого смысла. Да, понимаю. Возможно, может быть и то, и другое, действительно, потому что даже мелкие действия, которые кажутся нам бессмысленными, они могут иметь смысл. Даже независимо от того, что я не понимаю, почему так. Ну, или можно было бы просто придумать благословение на завязывание шнурков. Ну, это не заповедь. Я могу ходить в туфлях без шнурков, например, на липучках или вообще в тапочках. Нет заповеди обязательно зашнуровать шнурки. И главное, мне кажется, нет, раньше были сандалии, допустим, да. Шнурки появились на каком-то этапе жизни, но в Вавилоне там они в основном были сандалии, и сандалии завязывались тоже. Там же ремни были, которые как раз и завязывались. завязывались. Да, да, да. Но это вопрос на самом деле. Устроили ли мир так, что в каждом мелком действии есть связь, с какими-то глобальными мирами, просто я ее не чувствую. А если я их делаю неправильно, то связь рвется или не работает. Интересно. Наверное. Надо верить, что так. Вижу эти круги, да. заповеди, которые находятся напрямую, соединяют меня с природой, которая на окружности. мне кажется, что я нахожусь в природе, я нахожусь в окружности, но каждое мелкое действие, то есть каждую точку этой окружности я могу связать с инсофт. То есть я в этом круге через каждую точку провожу прямую линию коньцов, если я осознаю это действие так, как здесь написано. А может быть, даже если не осознаю, а просто делаю как следует. А может и нет. Я не знаю, это трудный вопрос. Тогда я ничего не чувствую. Тогда может быть, я и когда-нибудь потом получу за это какую-то награду, но факт тот, что я живу неподключенным, не ощущая свое подключение, правильно сказать. Нет, может быть, ты ощущаешь подключение, но не знаешь об этом. Говоришь прозвие, понятия не имею, что это прозвие. Как сказал один Мольер, кажется, да? Мольер, да. Да, Мольер. Но не в этом дело. Вот это главный вопрос. Человек может, как сказать, когда он начинает свой путь с одной ноги, это одно, а когда с другой ноги, другой день, без день, может, не задаться. Да, вот так по-русски есть такое выражение «встал с левой ноги». Покажет тебе, с какой ноги встал? Нет, видимо, есть такое ощущение даже и у неевреев, что если ты не с той ноги встал, то уже весь день не задался. Да, поэтому у них есть разные приметы, да, там, черная кошка, зеркало посмотреть и так далее. Они пытаются это, так сказать, каким-то образом установить, но это не всегда, это чисто эмпирически не всегда работает. В древнем Вавилоне, Месопотаме, знаете, как они делали? на научный это вещь была поставлена на научную основу. Они делали все время разрезы на животных и смотрели на их органы, да, как они устроены. Какие-то необычности, какие-то отклонения они все записывали. Такого числа было такое склонение, там, в печени, не знаю, баранами. Такого числа было такое склонение. А потом смотрели, что в эти дни случалось после этого или параллельно этого. И записывали тоже. И таким образом устанавливали соответствие между изменениями, которые есть в органах животных и происшествиями там, рождение наследника, там, смерть царя, или там, война, или град, или что-нибудь. И таким образом, когда он здесь набирался несколько соответствий, раз, одно и то же соответствие, они говорили, вот здесь есть закон. Очень научный такой метод исследования. Они познавали мир таким образом. Да, это очень занятно. На самом деле, скорее всего, все это было случайно, связь. идея такая, что происходит в нижнем мире. У них, в принципе, была языческая идея такая, что есть какие-то вещи, которые боги от нас скрывают, а мы сейчас разоблачим и найдем. за одними действиями могут быть совершенно разные идеи стоять. В данном случае у нас другая идея, что Всевышний с нами связан и через этот мир он стоит за ним. и он хочет нам или может нам или хочет, чтобы мы с ним были связаны и через него тоже. Поэтому нам важно поступать определенным образом, с определенной ноги вставать. Как есть вот эта формула Тора и Митсвот. То есть Митсвот, как я понимаю, что человек делает все правильно. Завязывать начинает с левой ноги. А Тора это он постоянно учится и в учебе своей он понимает вот эту связь. Как это связано с Тфилин. Тфилин связан с вот этой Хесет и Гура. И получается, что и то, и другое необходимо. Изучение как раз важно для того, чтобы осознавать и вспоминать об этом, когда я делаю вот эти действия. Что я через них подключен к бесконечности. И с одной стороны, что тот, кто ничего не знает, просто все делает правильно. Ему сказали, что завязывая шнурки с левой ноги. Он так делает. Он вроде бы не чувствует свою связь с бесконечностью. С другой стороны, он может быть иногда или во время молитвы осознает, что поскольку я все делаю правильно, у меня вся жизнь более-менее складывается, слава богу. И таким образом он подключает все действия, которые он в течение дня совершил, совершил их правильно по лохе, хотя ничего не чувствовал. Теперь он понимает, что поскольку я на правильном пути, ничего плохого не случилось. Таким образом он получается задним числом подключает вот эти действия бесконечности. Я так подумал. Возможно, да. Но, честно говоря, ведь может быть и по-другому, что человек скажет, ну, хорошо, ладно, я это выполню, конечно, потому что если такой закон так верен, хорошо выполнен, но вообще, честно говоря, считаю, что это чепуха, и никакой связи с космосом здесь нет, просто так придумали. Ведь такое же тоже может быть. Ну, да, это как Нильсбор, как меня спросили про Мезуза. Неужели вы верите в эту ерунду, что это вам поможет? У него там, ну, у него мама была еврейка, по-моему, не сапога. И рассказали, ну, в физике шутят, в переводе на русский язык там фигурирует подкова. А он сказал, да ничего, говорит, она помогает и тем, кто в нее не верит тоже. Хорошо. То есть на самом деле там была Мезуза, да, история известна как подкова? Ну, есть вариант в книге «Физика и шутка», которая вышла в России, там была фигурирует подкова, да, а я потом слышала ее в варианте, ну, в Израиле в варианте Мезуза. Ну, а что было на самом деле, может, просто это кто-то выдумал, я не могу сказать, то, что в наши дни не приходится по всему верить. рассказывает именно про Нильсо-Бора. Так что вполне возможно, что она помогает, то есть Мезуза помогает и тем, кто мне не верит тоже. И насчет подкова не могу сказать. Нет, но тут вполне возможно, что, да, есть вот эти правильные действия, то есть Аллаха, и есть их подключение вот к каким-то уровням, да, и соответственно там я могу просто делать ничего не понимать, а могу, ну, то есть, как бы, чем выше я их подключил, чем в более высоком уровне, тем больше я вот этих всех связей там осознаю, да, связывание. Я согласна, это на человека влияет. Тем более он начинает широко как бы и многоцветно воспринимать мир просто-напросто. Да. Ну, пойдем дальше, может быть, если никто ничего не хочет сказать. Дальше мы читаем иврит. Тара Всевышнего и наши тара я буду читать сразу по-русски, если нет возражения, а если хотите, могу читать сначала иврит. Григорий, как ты считаешь? Как ты считаешь, Гриша? А сколько у нас времени? Полчаса еще есть, минут 20. Хорошо. Да, честно говоря, мне все равно, я думаю, что... Ну, будем читать сразу. Как тебе проще? Мне все равно. Заодно почувствуем разницу читать русский текст или переводить текст. Тара, которую мы изучаем, это тара, которая является порядком мира. С Эдоралам есть еще такой мидраж, но я не знаю, как он имеется в виду. Это тара, которая охватывает столь. Тот, кто и кто учит этот порядок мира? Кто может изучить его, скажем так? Никто. И даже люди, ученые, не знают порядка мира. Стараются, но не знают. Порядок мира это место, хамаком, что сказано, каждые вещи. место, которое есть для всего сущего, скажем так. И в божественном разумении, выше божественном разумении, как сказано в Перке Абот, нет у тебя вещи, которыми не нашлось места. или вещи, да. Несмотря на то, что мы не можем знать порядок мира, мы можем выучить намек на него тут и там. Старав Всевышнего, соответственно, который Всевышний построил мир, спрятан внутри нашей тары. Тора, которую мы учим, это в действительности, конечно, не высшая тара, но она, ее источник, она привязана к верхней таре. Если можно, Андрей, прокрутите, у меня небольшой экран. Это так как бы похоже на то, что я держусь за веревку, которая привязана к зданию. когда я держусь за нее, я связан с этим зданием, несмотря на то, что я не могу обхватить целиком все здание. Что мы прочли? Во-первых, мы прочли, что есть в мире некоторый общий порядок, в который включено все, как я понимаю, и знания, и наука, и место каждой вещи в этом мире, и как все законы, и как наше поведение, как все это укладывается в некоторую огромную картину, как пазл. Так что у каждой вещи действительно есть ее правильное место, похоже на то, как Андрей приводил историю Рабина Ахмана, что вещи как бы разбросаны на этом троне Всевышнего, иногда они не на своем месте, но место это у них есть, в конечном итоге всему найдется правильное место. На это всего знать конечно не можем, Раб, но есть много намеков. И он это объясняет еще так, что это высшая тара, в соответствии с которой построен мир, которой причиняются все законы, и вот эта общая картина, которую мы не всегда в состоянии ее увидеть, тем не менее она связана с той тарой, которую мы исполняем, и придерживаясь этой тары, мы все-таки привязываемся к этой высшей таре, к высшему закону, как я поняла. Эту концепцию я слышал объяснение Рава Шерки на других уроках, что есть понятие Тора Тхашем, Тора Всевышнего, и есть Тора Тейна, наша Тора. Тора Тхашем это та Тора, в которую он смотрел до сотворения мира, с которой он играл, и соответственно, что это значит, что в ней как раз заключается вот этот весь правильный порядок, весь мир, как все должно быть устроено связи всех наших событий с бесконечностью, с замыслом Всевышнего, место всего в его замысле. А та Тора, которая есть у нас, Тора Моше, с одной стороны, то, что он записал, передал, вместе с устной Торой, все, что из этого вывели, это какое-то проявление Торы Всевышнего, в которой как раз есть место всему. И мы, изучая Тору, который есть у нас на земле, мы можем только догадываться о том, как те или иные действия, предметы связаны с их замыслом. Но вот этот сам замысел, он находится только у Всевышнего. И тут такая интересная строчка порядок мира, порядок то есть замысел Всевышнего, это место всего, что есть какое-то место и место в замысле, а есть вот то, как оно все проявилось, как оно у нас, и каждая вещь, она связана с этим замыслом. Причем часто оно опять же перепутано, и чтобы поставить это на место, мы изучаем Тору, который есть у нас, стараемся как-то исправлять вот эти свои действия для того, чтобы поставить на место опять же вещи, как раз место, вот это слово, здесь оно выделено, амакомше ешли коль хаеш, место, которое есть у всего существующего. Довольно сложный и глубокий отрывок, есть еще какие-то мысли, вопросы? Нет, надо просто это обдумать, но в принципе понятно. Ну, мне тоже кажется, Хотя мы картину целиком обозрить не можем, но какие-то части, какие-то общие вещи все-таки мы можем и постепенно они поднять. по большому счету, да, то, что мы в предыдущем отрывке говорили, что вот я завязываю шнурки просто, вот я их завязываю с левой ноги, потому что мне сказали, что так правильно, там, следующий уровень осознания, что я их завязываю, потому что осознаю там кобилистический смысл завязывания шнурков с левой ноги, но и все это, да, даже с осознаванием вот этого смысла, оно является вот действием слепую, да, по сравнению с вот этой Тора Всевышнего, где есть место у всего. Да. Так, ну хорошо, все задумались, тогда я пока попробую прочитать следующий отрывок. Я просто хотела привести пример один занятный, который я слышала от одного умного Ролина, о том, как, вот это немножко связано с тем, что мы говорили, как расширяется сознание, что ты сначала видишь какую-то часть картины, а потом можешь увидеть ее целиком. Просто он действительно говорил, ой, мне не получается сейчас ее, загрузить, он говорил о конкретной картине, я просто хочу показать, действительно, она очень интересная картина, все ее знают, большинство, можно я сделаю это самое. Да, должна быть возможность. картина, это называется, картина «Ночная стража», его жена, в образе девочки, или одного человека. Мы совершенно не понимаем, в какой он связи находится, о чем здесь вообще идет речь. Каждый персонаж, если мы возьмем в отдельности, даже небольшую группу, вы не понимаете сюжеты картины все равно. И только когда, если наш взгляд постепенно расширяется, мы видим постепенно всех участников, и тогда сможем более-менее оценить смысл всего происходящего. Смысл с расширением нашего взгляда, если мы возьмем маленький кусочек, а потом начнем расширяться, все время будет меняться смысл. Это очень интересный опыт. Ладно. Ну да, это как раз к вопросу о знании опять же, чем шире знать. Следующий отрывок «Все в ней». Понятно, «Все в ней». Это цитаты из Перке. А вот 5.22. Бен Бак Бак говорил, переворачивай ее туда и сюда. Имеется в виду, что вот эту тору, перелистывай ее, читай ее так, так, в одну сторону, в другую сторону, потому что все в ней. Вот видишь, какая ссылка написана. О, ничего себе, все в ней. Вот это да, переворачивай ее. Верь, как перевернута. Красота. Надо же, как придумали. Это раздавали на Бенинеума, там был собрание, посвященное концу чтения дофьеме. Вот такие сумочки там раздавали, я с ним шлим хожу. Мне нравится эта идея. Афох, переворачивай. Это подобно тому, как переворачивает уголек. Переворачивай его с одной стороны на другую для того, чтобы воспламенить огонь. И почему нужно переворачивать ее. Потому что все в ней. Все есть в ней. Каким образом все содержится в Торе? Гарей ломацану рав эхад мемошэ рабэйну в ад вдоль гарабаним бэямэйну шэ ламад мегатурай таколь. Ведь мы не нашли ни одного рава, начиная от мошэ рабэйну до великих рабаним наших дней, который выучил бы истори все. Зэ бют и в шарики гарэй еш лямудэй кодыш вы еш лямудэй холь. Это невозможно, потому что есть святое изучение и есть предметы святости. Это в школе, например, есть лямудэй холь, есть там Тора, пророки философии и так далее, это лямудэй холь. А математика, физика и даже язык это все лямудэй холь. Это разделение. Так, ну я пока не понял, но пойдем дальше. Что я не понял? Предмет изучения делится на лямудэй ходишь, то, что мы изучаем Тору и все, что с ней связано, и другие всякие науки и предметы, которые не связаны со святостью. Это лямудэй холь, оно же к Торе не относится тогда? Он говорит все в ней, все во вторе. Он говорит, как же все? Мы же делим в обычной жизни, на лямудэй ходишь или лямудэй холь, на уроки Торы и на просто изучение других предметов, которые как бы с ней не связаны. А, ну понятно, вот дальше идет. им лямудэй холь, гаю, не умадим мингатуран, если бы вот эти светские предметы изучались бы исторы, а рабаним гаю, црихим, лейот, гдулей, гаруфим. Тогда раввины должны были бы быть величайшими врачами, величайшими физиками, величайшими математиками и великими астрономами. Вэгэмло они таковыми не являются. Нэмар бэбэрэшит раба, сказано в Медраше бэрэшит раба, шакадош баруху истакэль бэтура увара эт хаулам, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Баруша эйнэн руим бэтура эхэв шарлевро альяда эт хаулам. И понятно, что мы не видим в Торе, как возможно сотворить при помощи нее мир. Атура наша Тора включает в себя в концентрированном виде высшую Тору. аваль эйн бэйадо шэль афадам лирот эт а структура хаколелет шэль коль хаеш. Но эйн никто, никакой человек не способен увидеть структуру, включающую все сущее. но как раз то, что мы говорили в предыдущем отрывке, все в ней. Все в ней, но при этом, например, в ней зашифрованы, насколько я понимаю, там законы физики, астрономии и так далее, поскольку все в ней. Но мы не видим, чтобы раввины этим бы особо занимались. Хотя в принципе известно про мудрецов Талмуда, что они какие-то невероятные задачи решали по объему миквы и так далее. То есть все они это извлекали историей, опять же. Но при этом светские науки их учат в университетах, не учат их историей напрямую, хотя все в ней. Да. То есть видимо все-таки он хочет сказать, что все находится в этой таре верхней божественной, в соответствии с которым сотворен мир. А у нас в нашей таре, которую мы учим, есть только намеки, есть только какие-то связи. Мы не можем, не сможем пользуясь ей сотворить мир, я думаю, не получится. И даже не увидеть в ней это большая проблема. Но тем не менее есть какие-то вещи, которые мы можем увидеть. Например, то, что мудрецы сказали, что сначала он хотел сотворить в мире суда, а потом добавил милосердие. Это можно увидеть на этом мере в таре. Это может быть не связано с физикой, а может и связано с физикой. Нам трудно сказать там, где мы находимся. да, интересно. Переворачиваю ее как уголек, чтобы она воспламенилась. Это вот как раз к тому вопросу, что нужно напоминать себе об этих связях повседневности с высшим их корнем путем изучения торы, чтобы как раз больше это чувствовать. Фохбе, фохбе, это в общем-то мне кажется имеется в виду, что нужно постоянно обновлять, смотреть новыми глазами, переворачивать то, что мы видели раньше, смотреть с другого угла, потому что в ней есть много раз. Это в общем правда. каждый раз мы читаем ту же самую недельную главу каждый год уже с новым багажем знаний, которые мы за этот год накопили. Поэтому неизбежно как-то под другим углом это видим. Это как раз и есть. Переворачивай и воспламеняй этот огонь. Наверное. Это тоже. Но есть еще как бы и областность смотреть в каждый раз под новым углом поскольку и требования у мира меняются и наше восприятие мира меняется. Правильно. Может на этом восстановиться? Да, очень здорово было. Да, потому что уже скоро нужно переходить к следующему уроку. Может быть есть какие-то еще вопросы или комментарии. перебирайся. Не, не. Я хотел сказать. Мы тебя ждем. А, у меня появилась просто мысль такая, что не получается ли так, что мы очень примитивно используем Тору. То есть мы свой мозг используем всего на несколько процентов. на самом деле это требуется отказательство. Кто-то гласловно утверждал. Я не уверена, что это правда. Про мозг? Да. То есть врачи говорили мне, что это вообще неправда. Да. на очень небольшое количество процентов. У нее большой потенциал, мы не можем целиком ее переварить. Это очень сложно. Даже если ты возьмешь все комментарии, которые высказаны за всю историю человечества, все равно у тебя остается много непонятного. Я толкнул с этим много раз. Вдруг ты находишь какую-то вещь, старей, и ты ищешь комментаторов, нету. Никто не взял на себя объяснить, почему так написано. Может кто-то и взял, но я не нахожу. Бывает такое. И понятно, что есть еще много таких вещей. Иногда просто люди не обращают внимания или комментаторы не обращают внимания почему-то. Хотя переворачивали и переворачивали. И потому что оно там хранится до того момента, когда кто-то найдет этот драгоценный камень и скажет вот, вот вот написано, а мы над этим ломаем голову. Ну, не знаю, так мне кажется. Да. В том, что ты говоришь, что не использую. И насчет того, что это программатически, ну, нам надо нужно для жизни. Все такого остального нет. нет. Насколько можем, настолько используем. Да. Мозг. Мозг. Ну, хорошо. Всем спасибо. По-моему, было очень интересно. Спасибо, Андрей. Спасибо. Большое. Я думаю, что мозг используется не только для исследования материального мира. Наверное, есть большая часть его, которая подключается к высшим мирам, во сне или в другие моменты. Ну, на самом деле есть, да, но мы сегодня еще очень далеки от понимания, как это работает. Хотя есть очень интересные вещи, которые про мозг очень много еще непонятно. Конечно. Конечно. Ладно, спасибо вам, Елена, Евгений. Спасибо. Мы вас не слышим, надеюсь, вам нас нравится. Да, очень, очень интересно. Я говорю, Евгений, он к нам часто приходит, но никогда ничего не говорит. Да, я пока слушаю. Пока слушаю. Я не права, Елена, а вот тут есть еще один участник, просто он молчаливый, коллекционацию никогда еще не говорит. Но, тем не менее, мы рады, что вы с нами. Да, надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Спасибо. Оставайтесь с нами. До свидания, Елена. До свидания, Елена. Спасибо.